Ну все, друзья, наконец-то я добрался до Петера отеля, нахожусь я сейчас в Евпатории, сейчас пройдем ресепшн и посмотрим, какой нам дадут номер. Поднимаемся в номер свой, лифт такой шикарный. Ну ребята, давайте сразу покажу номер, пока еще я не распаковался. Номер сразу впечатляет, конечно, да, хороший. Чай, кофе, вода, шкафчик, сейф есть, сейф это очень хорошо. Здесь дополнительно холодильники, полочки. Это что, холодильник? О, это самый большой холодильник, какой мы только видели, с морозилкой и даже холодная, тут лед есть. Это у нас санузел, включаем свет. Классная раковина, вода горячая, холодная, шампуньки, даже зубные щетки есть, смотрите, тут еще плата, освежитель воздуха, электрический полотенцеосушитель со своим терморегулятором. Теплые полы, регулятор имеется, температура где-то через час уже нагревается, очень удобно и тепло босиком стоять. Фэн, постель двухместная, у каждого светильничек свой и по две даже розетки. То есть и ноутбук можно подключить и зарядку. Это уже по всем нормам, наверное, и рабочее место. В общем, здесь можно будет поставить ноутбук и Михалыч будет вечерами сидеть, делать проекты и монтировать видео свои. Здесь все в тумбочке, ну очень много места. Даже телевизор есть, кто любит телевизор смотреть, не соскучится. Телефон, и такая розетка, и такая розетка, отопление. Даже здесь вот розетка, можно разместиться около окна и работать. Вот такой вот номер, современный дизайн. Очень, очень прям шикарно все. Большое место есть, где пройти студиями. Ну это хороший отель. Ну и давай теперь посмотрим, вид из окна какой. На Евпаторию. Фасад. Что тут с этой стороны? С этой стороны тоже старинное здание. Трамвай. Знаете, чем-то Краснодар напоминает. Дали мне посмотреть люкс номер. Мне самому стало интересно, чем отличается люкс от пол-люкса и от нашего номера. Здесь что телевизор. Побольше, конечно. Размеры с меня. Вот такой вот диван. То есть это как бы одна комната. Так вот, видите, такая большая. Стол, стулья. То есть можно сесть, прилечь, телевизор посмотреть. Так вот, давайте выйдем на балкон. Вот оно. Вот оно. Море. И в Паттории. Красиво как. С этой стороны тоже море. Старый город. Как про электроника, да? Помнишь песня? Чем отличается люкс от полу-люксов? Это вот наличие спальни. То есть здесь вот мансардный участок и телевизор свой. Такие вот окна. Отель работает круглый год, да? Да. Круглогодично. Видите, отопление имеется. Такой вот вид на море прямо из спальни. Двухспальная кровать. Около каждого человека. Розетки, светильники. Это очень удобно, когда есть возможность и ноутбук подключить, и смартфон зарядить, и также свет свой включить. Спылить система. Пульт управления вот такой. Очень удобно. Болу-люкс. Здесь зеркало вообще на весь, на всю стену. Вставляй карточку. Сейчас, на куда? Санузел посмотрим. Ну, санузлы примерно везде одинаковые. У всех унитазы есть, раковины. Ну, это однокомнатный номер, полу-люкс. Везде чайничек есть, воды попить можно, чайок заварить. И холодильники. Холодильники очень большие. Сейф. Ну, полу-люкс, в принципе, такой же, как у нас, только номер немножко поменьше. У нас побольше места. Единственное, что вот здесь свой балкон есть. Вот тут. А, балкон на два номера. Тоже море видно. Пляж в этом направлении. У моря и так же и там видно. Ажурная ковка. На балконе. Ну, тогда выйти вечером, постоять, подышать. Ну, тут тоже поле. Ну, здесь, да, тоже. Зелень. Парка. И в Паттория. Вот, пока мы гуляли, ходили, нам пришли застелили кровати. Уборку сделали. Так что уборка в номерах каждый день. Даже тазик дали. Тазик дали. Даже тазик нам дали для того, чтобы мы белье замачивали. Первые впечатления от отеля и от номера вообще меня поразило. Поразил размер комнаты, убранство. Здесь большая кровать, много розеток, телевизор, санузел, сейф даже есть, холодильник большой. Вообще, ремонт, видно свежий ремонт, отель новый. Все качественно, я всем доволен. Теперь посмотрим, чем здесь кормят и что вокруг отеля можно увидеть и посмотреть. Так что, смотрим дальше. Так что, смотрим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, хочу представить вам управляющего отелем Дмитрия Владимирович. Он даст нам интервью, расскажет о отеле, о Евпатории. Передаю вам слово. Петр отель открылся в 2017 году. То есть, это один из самых молодых отелей в очень-очень старом крымском городе. Мы находимся, как вы заметили, в самом центре города. В центре не придумаешь. Профиль наш. Большую часть года это бизнес-отель. То есть, к нам приезжают гости именно в ходе своих деловых поездок. И в Патторию, в Крым, на западное побережье. Да, но он привлекает, потому что мы находимся в центре. Рядом там местные органы власти, удобная логистика. Мероприятие проводится в нашем конференц-зале. Позволяет разместиться аудитория до 50 человек. Проектор есть. Ну, вот это все необходимое мультимедийное оборудование, естественно, есть. Ну, конечно, удобно то, что находится он в самом центре. Мы смотрим тут администрации, прокуратура, и пешеходная улица, и фонтан, и сквер. Ну, сам город в целом небольшой. Ну, и нахождение рядом от этих всех объектов, оно как бы стимулирует. Но в целом сейчас у нас мы выбрали линию, переходя в межсезонье. Мы двигаемся в направлении сделать отель максимально удобным для тех самых бизнес-путешественников. Мы хотим максимально все вот эти возможные потребности учесть, так, чтобы гость мог их решать просто звонком на ресепшн. То есть вот пример такой. Вы прилетели ночью, поселились в отель, забыли поставить телефон на зарядку. С утра навстречу. Просыпаетесь, телефон не заряжет. Позвонили на ресепшн, там приготовили пауэрбанк. Вы его взяли на день с собой, весь день себя чувствуете спокойно, уверенно, что телефон всегда будет с вами в рабочем состоянии. Ну, вот из таких мелочей хотим собрать вот такой сервисный пакет, который будет... Костюмы, допустим, приезжаешь, часто работают... Да, конечно. Вот, то есть, во-первых, отпаривание одежды, то есть после перелета там все это как бы освежить, привести как бы в надлежащий вид перед мероприятиями. Учитывая то, что мы находимся на прямой линии с аэропортом, то есть из Евпатории можно сразу попасть, заказать трансфер, опять же, в отель и попасть в аэропорт. Чтобы там сэкономить время на посадке, на регистрации, упаковку багажа, опять же, можно сделать прямо у нас в отеле и уже прилететь и сразу сдать багаж. К слову, по поводу путешествий с детьми, мы в этом сезоне начали детально прорабатывать тему комфорта мам, которые большую часть времени с ребенком проводят. То есть сейчас у нас, если гости приезжают с маленьким ребенком, мы по запросу можем помимо стандартной детской кроватки предоставить подставку под раковину, чтобы ребенку комфортнее самостоятельно было. Вот это все вот эти мелкие приятности в виде горшков, накладок, пеленальной доски. То есть все то, что может понадобиться. И вот сейчас следующий пункт мы коляски поставим у себя. То есть если гости вдруг приехали без коляски, которая в аэропорту, допустим, определенную проблему составляет, то мы ее будем предоставлять на месте. Просто надо будет нас заранее об этом уведовать, что такая необходимость есть. Есть различные категории номеров. Допустим, если семья приезжает не по делам и на отдых, и в большом составе, есть двухкомнатные номера. То есть можно комфортно 4-5 человек разместиться. Например, если маленький ребенок, мы детскую кроватку предложим. И 4 основных места есть, то есть по 2 в каждой комнате. Есть люкс двухкомнатный аналогично, то есть если какая-то семья в полном составе приехала. То есть в зависимости от той конфигурации, в которой вы едете путешествовать, мы найдем, что предложить. Набережная Горького, она находится в 5 минутах от нас. Это такой длинный протяжной провинат вдоль песчаных пляжей. Это очень спокойно, тихо. Мама с детьми там любит очень гулять. Если выйти в сторону старого города, то обязательно надо побывать, конечно, в комплексе Малый Иерусалим. Это уникальнейшее место, потому что на одном маленьком пятачке, вот оно, кстати, под охраной ЮНЕСКО находится, на одном маленьком пятачке собрались 5 религиозно-культурных объектов, представляющие совершенно разные ветки конфессии, культурные направления, если можно так выразиться. Это синагога. Это мечеть. Кстати, мечеть эту строил архитектор, который строил мечеть Сулейманье в Стамбуле, одной из самых центральных. Это такие дервиши. Это караимская кенасса и православный храм. Все это находится в 5 минутах хода друг от друга. Таких мест на планете, если есть что-то подобное, я, к сожалению, не знаю, но по пальцам пересчитать так точно. И посетить обязательно стоит, потому что впечатление действительно очень интересное. Если же гости на машине приехали, то тут вообще простор открывается гораздо больше. Потому что 15 минут от города – это уникальное озеро Сосык, это розовое озеро. Там необыкновенные фотографии получаются. Вообще это промышленный объект. Там идет соледобыча. Эта соль потом в косметике, в медицине используется. Но с точки зрения просто путешественника, не побывать там – это грех. Особенно если это лето, там, июль-август. Озеро максимально такой яркий розовый цвет приобретает. Это и детям, и взрослым. Ну, всем интересный, необычный опыт. Если времени больше, можно отправиться в севернее Евпатории. Там уникальные места. Мыс Тарханкут, Джангулер, Ручище. Это национальный природный парк. У нас в получасе езды от отеля устричная ферма. Насколько я слышал, это крупнейшая устричная ферма в России. И можно попробовать черноморскую устрицу, креветку. Гурманы говорят, они своим уникальным вкусом обладают. По отношению к устрице, которая с Европой привозится, наши нежнее и тоньше вкус. Поэтому я вам очень рекомендую. Вина в Крыму сейчас – это, если раньше как-то ассоциация была, там, Крым-Магарач-Массандра, ну, вот, если брать, там, лет 10-15-20 назад, то сейчас в Крыму целый пласт вот такого молодого крымского виноделия сложился за последнее десятилетие. То есть появились частные небольшие винодельни, которые имеют уже свои виноградники, виноматериалы. Привезли технологов европейских, именитых. И тут сейчас можно целые винные туры проводить. Кстати, сейчас вот в процессе проект такой «Винная дорога Крыма». То есть можно будет по всему Крыму проехать, перемещаясь от одной винодельник к другой. От шофе. Да, да, в такой приятной дегустации. И действительно, ну, выбор очень большой, вина качественные. То есть даже те, кто с каким-то там, скажем, предвзятым отношением, а такая категория есть, там, допустим, относился, там, группе тех же Массандровских вин, к примеру, ну, не любят люди вот эту категорию, вот, они находят для себя вот сухие, полусухие вина, вот, как раз от новых виноделов крымских. Поэтому на любой вкус. Друзья, вот подошел наш последний вечер в Петро-отеле. Съездили мы в устрищное хозяйство, в поселке Новоозерный. Это буквально в 30 минутах от города Евпатория. И взяли там устрицы. Вот сейчас мы будем ужинать, да, устрицами. И будем запивать крымским вином шампанское. Брют, это новый свет. Вот, это признак хорошего вкуса, запивать устрицы шампанским. Мы вот как аристократы будем сегодня кушать устрицы. У нас Петр-отель сервирует, стол нам. Петр-отель нам очень понравился. Если вы приезжаете в деловую командировку, как вот мы приехали, все нас устроило замечательно. Очень близкое расположение до всех объектов, до моря, до центра, до музеев. В общем, мы все, что сумели, то и посетили за эти 4 дня. Спасибо. Легко. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...